Президентская кампания в России А вот в столице Черноземья, миллионном Воронеже, где сейчас сосредоточено около половины всех избирателей региона, ситуация неординарная. В марте 2017 года лишь 19,5% взрослого населения Воронежа готовы были поддержать кандидатуру Владимира Путина на новый срок. А спустя пять месяцев, в августе, таких стало чуть больше – 24%. Цифры заметно ниже, чем в соседних областных центрах. Еще больше озадачили экспертов данные социологического опроса в середине декабря. На вопрос от независимой социологической службы ваше мнение. Как вы думаете, есть ли альтернатива Владимиру Путину на выборах президента России 18 марта 2018 года? 46,5% взрослого населения Воронежа в возрасте от 18 лет и старше ответили – да, есть. Только 35% сказали – нет. 18,5% жителей областного центра затруднились что-либо ответить. Нужно отметить, что полученные социологические данные были и ожидаемы, и неожиданными. Ожидаемы в том плане, что настрой воронежцев, которые по-особенному смотрят на кандидатуру действующего президента, в отличие от лепчан и белгородцев. С другой стороны, нужно отметить, что сама среда, питательная среда, она воспроизводит либеральные подходы в ряде кругов, например, в интеллигенции, среди студенчества. И это представляет собой сложную среду для работы. Неожиданными, потому что все-таки достаточно высокий процент тех, кто не готов голосовать за Путина. И это серьезный месседж, послание для властей, как города Воронежа, так и для правительства Воронежской области, поскольку именно они будут отвечать во многом за результаты при конкурентных выборах. В этом случае нужно рассчитывать на следующее, что работы предстоит достаточно много. И если власть сегодня не заметит этот месседж, этот тренд, а он во многом неблагоприятный по отношению к другим регионам, значит власть серьезно не дорабатывает. А единство федеральных, региональных и местных властей Воронежской области только в этом случае может дать позитивный результат. И обратите внимание, то, как проголосуют воронежцы на выборах за президента, во многом будет влиять и на то, как федеральный центр будет оказывать поддержку этому региону. Поэтому закономерность понятна, и в этом отношении властям нужно сосредоточиться, выбрать проблемы, подумать над вариантами их решения, ну и наконец приступить к эффективной политической работе. Но нужно отметить и еще один очень важный ракурс. Почему эти результаты тревожные? Дело в том, что сам город Воронеж традиционно не относился только позитивно к вертикали власти, которая складывалась на протяжении последних 10-15 лет. Понятно, что либеральное болотце, которое сконцентрировалось и среди части интеллигенции, и в студенческой среде, оно создает определенный фон. И так называемые антиэтатисты, то есть антигосударственники, а это отчасти олицетворяется с кандидатурой президента Путина, во многом создает этот неблагоприятный тренд. Поэтому нужно отметить, что многие вузы города Воронежа, часть преподавателей в этих вузах, причем значительная часть, они исповедуют либеральные идеи. Они работают со студенчеством, и студенчество воспроизводит также эти практики. Поэтому не факт, что воронежское студенчество будет голосовать за Путина. Нужно сказать то же самое и об интеллигенции. Слишком долго здесь воспроизводилась культурная политика, которая также была в рамках либеральных акцентов. И это означает, что либералы, интеллектуалы и многие другие представители вот этого спектра, этого сообщества, также не настроены в поддержку Путина, и даже наоборот. И этот тренд голосования будет от Собчак, если она будет зарегистрирована кандидатом в президенты, и до человека, который сейчас будет представлять интересы коммунистического спектра, левого спектра. Значит, эта часть будет голосовать точно не за Путина. Второй очень важный аспект, на который стоит обратить внимание, это выдвижение Грудинина, директора совхоза в Московской области, беспартийного, но который тяготеет коммунистам, как кандидатов в президенты от КПРФ. Понятно, что с Грудининым связаны определенные надежды, надежды на перемены. Кроме того, поскольку он деятель конкретного созидательного плана, то левый спектр, это представители левых коммунистических советских предпочтений, они будут голосовать за Грудинина. И точно не будут голосовать за Путина. Поэтому это второй сегмент такой политической почвы, над которой нужно работать. Понятно, что в этом отношении это тоже создает определенные, скажем, проблемы для кандидата реальных возможностей, кандидата в президенты реальных возможностей. Поэтому все вместе это создает серьезную проблему, серьезную проблему для властей. И в этом отношении в зависимости от того, какие будут вычленены вопросы и приоритеты, как власть построит, потому чтобы доходчиво, понятно и логически объяснить основной части населения, что необходимо прийти на выборы, и почему необходимо проголосовать именно за Путина с точки зрения преемственности и обновления. Это будет трудная и непосильная во многом задача. Но власти необходимо к ней подойти, потому что в ином случае плохой показатель голосования за Путина неизбежно отразится не только на власти региональной и местной, но и в целом на регионе. А позитивную поддержку федеральных властей региону не стоило бы терять.